Этого нам хватит, нам бы хватило даже вот этой верхней строчке, для того, чтобы обосновать конечность R от СТ для любых СТ. И теорема, которую мы сейчас докажем, она принадлежит, собственно, R-дышу и Сетеришу, как я уже говорил. Они получили лучший результат, нежели Таль-Шамсей за 5 лет до них. Это было в 1935 году. R-дышу и Сетериш показали, что R от СТ всегда не больше, чем R от С-минус 1Т плюс R от СТ-минус 1. Давайте, прежде чем доказывать этот результат, поймем, почему это означает конечность числа R от СТ при любых СТ. Ну, наверное, вы понимаете, что R от 1Т и R от СТ-минус 1 суть одно и то же. И вообще, я думаю, хотя могу ошибаться, что вы понимаете, что R от СТ всегда симметрична, то есть R от СТ всегда равно R от С. Да. Ну, просто красный цвет же не на синий, а синий на красный. Тут важно, что мы для любой раз краску все рассматриваем, поэтому какая разница, в какой цвет красить. Вот это понятно? Да. Есть важное утверждение, что, конечно, R от СТ и R от С суть одно и то же. Это, конечно, важное равенство, которое, я надеюсь, что вы понимаете. Вот. Ну, а дальше мы можем таким образом действовать по индукции. Индукция, естественно, по двум параметрам, у нас СТ. Не пугает вас такая индукция? Нет. Сразу по двум параметрам. Точно пугает, да? Индукция по двум параметрам. Вот у нас база индукции, R от 1Т равняется единице и равняется R от Т1. Для любого Т. Это база индукции. Теперь предполагаем, что мы доказали для всех непревосходящих С минус 1 и для всех непревосходящих Т минус 1, что вот эти величины конечны. Ну, раз мы знаем, что они конечны, значит, R от СТ конечны. То есть есть база индукции, шаг индукции гарантируется вот этой тяги. Ясно, да? Да. Ну, хорошо, давайте сейчас тяга и докажем. Доказывается она абсолютно на самом деле так же, как разбиралась R от 3Т равняется 6. Просто в точности то же самое рассуждение. Но, тем не менее, уровень абстрактности выше, поэтому давайте аккуратно разбираться. Ну, вот если аккуратно совсем рассказывать, то тут надо обязательно сказать, давайте предположим, как мы только что говорили, сделаем предположение индукции, что вот эти величины существуют, конечно, да? Ну, естественно, это предполагается. То есть вот это какие-то конкретные числа. И сейчас наша цель доказать, что R от СТ точно не больше, чем их сумма. Так, давайте еще раз аккуратно проговорим, что нужно доказать тем самым. Давайте введем такое обозначение для всей суммы. Обозначим всю эту сумму R от С минус 1Т плюс R от СТ минус 1 буквицей Н. Обозначим вот эту сумму буквой Н. Вот что мы теперь должны доказать? Коль сфору желаем. Да, а что это словами означает? Ну, опять, при любой раскраске вот эти слова надо как-то отнести, да? При любой раскраске... Кого? Каэн, правильно? Да, при любой раскраске Каэн. Либо найдется полный подграф Каэс или Каэтэ, который... Лучше было сказать полный подграф Каэс, у которого все ребра красные, либо найдется полный подграф Каэтэ, у которого все ребра синие. Вот это правда? Да. Ну, давайте, значит, наша цель доказать, что при любой... При любой раскраске ребра, конечно, при любой... Ка с индексом Н, где Н вот оно. Это число. При любой раскраске ребра, как, ну, красные и синие цвета. Красные и синие цвета. Либо найдется Каэс, у которого все ребра красные. Либо найдется Каэс, у которого все ребра красные. Это не жалко повторить в нескольких раз, потому что иначе понимания полного не будет. У которого все ребра красные. Либо найдется Каэ, у которого все ребра синие. Это просто определение. По определению число Рамсе Р от СТ, это минимальное натуральное число, такое, что при любой раскраске ребра полного графа с этим числом вершин, красные и синие цвета. Либо найдется Каэс, у которого все ребра красные. Либо найдется Каэ, у которого все ребра синие. Но если это минимальное такое число, и мы пытаемся доказать, что оно не превосходит вот этого Н, значит, для этого Н то же самое должно быть выкуплено. Так, друзья, вот точно это место. Да. Так, ну что, при любой раскраске должно что-то произойти. Ну, давайте зафиксируем абсолютно произвольную раскраску. Помните, как мы с шестью вершинами рассуждали? Мы взяли шесть точек и зафиксировали совершенно произвольную раскраску леда. Вот и здесь так же сделаем. Возьмем наши Н точек, наши Н вершины, и зафиксируем произвольную раскраску. А дальше будем разбирать какие-то случаи. Итак, зафиксируем произвольную раскраску ребра графа Каэ, красные и синие цвета. Ну, давайте я условно тоже нарисую, сколько там вершин. Предполагаю, что их Н штука. Вот у нас Каэ и его вершин. Помните, что дальше происходило? Дальше я выделил вот так кружком некоторое вершин. Был дело, когда их шесть было, да? Но кружком выделили вершин. И дальше был принцип Дерехле. В чем он состоял? Он состоял в том, что либо трое соседей красных, вот в этих наших терминах, да? Либо хотя бы трое соседей синих. Понимаешь? В этих терминах это было так, да? Да. Либо есть три красных ребра, которые выходят из этой вершины, вот в этой фиксированной раскраске. Либо есть три синих. А здесь как? Здесь будет либо целая часть от Н-1 пополам плюс 1. Можно так сказать, но можно сказать по-другому. Вспоминаете? Больше половины от... Не надо половина. Не надо. Нет, 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 нет. Хитрее. Вот вспоминайте, что такое Н. Давайте я его напишу. Н это Р от С минус 1 Т плюс Р от С Т минус 1. Это просто определение числа Н. Правильно? Да. Вот как здесь применить принцип диреклеевых? Я бы... Это versus это. Либо найдется Р от С минус 1 Т одного цвета и... Ну, красного. Да. Либо? Либо найдется Р от С и Т минус 1 одного цвета. А почему? Как принцип диреклеевых здесь применяется? Доказать можно? Почему либо найдется столько красных ребра, выходящих из этой вершины, либо столько синих? Вот лучше, видите, делить не пополам, а вот на эти два случая. Это тоже принцип диреклеевых. Не понимаете? Нет, 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 не из одной, мы вот эту вершину зафиксировали. Мы ее выделили, видите, кружочком. Мы зафиксировали вот эту вершину. Ну давайте, смотрите, сколько у этой вершины потенциальных соседей? Н минус 1. Н минус 1. То есть вот здесь вот, я вот таким облачком это делаю, подковой такое введу. Вот здесь у нас Н минус 1 вершина. И, конечно, данная выделенная вершина соединена с каждым. Но просто с какими-то она соединена красным ребром, а с каким-то синим. Потому что мы покрасили все ребра полного грамма. Мы покрасили и это ребро, и это, и это, и это, и так далее. Все ребра покрашены. У каждого есть свой цвет. У какого-то красного, а у какого-то синий. Так. И вот всего таких ребер, это минус 1 штука. Ну, давайте предположим, что красных ребер меньше красных, меньше строго, чем r от s минус 1t. Ну, вдруг такое случилось. Красных меньше, чем строго. Внимание, а что значит меньше, чем строго? Ведь это же целое число. Значит, синий вы станете больше. Ну, давайте так, давайте красных, если меньше, то не больше, чем вот так, правда? Вот, я сначала написал вот так. Красных меньше, это мы предположили. Но если красных строго меньше, чем столько, их же целое число. Да. Целое число, которое строго меньше другого целого числа, оно не превосходит этого целого числа минус 1, правильно? То есть, на минимум зиний будет больше на единицу. Сейчас, давайте теперь точно так же предположим, что все совсем плохо. Синих тоже меньше, чем r от s t минус 1. И этих тоже меньше, вопреки вот тому, что вы утверждали, да? Да. Мы предполагаем, что и красных меньше, и синих меньше. Ну, меньше, значит, меньше ребра. Верно? Да. Вот, значит, сколько всего ребер выходит из этой вершины? Максимум n минус 2. n минус 2. n минус 2, а должно n минус 1. Понимаете? Если красных меньше, чем столько, и синих меньше, чем столько, то красных не больше, чем столько, синих не больше, чем столько. И в сумме красных и синих не больше, чем столько плюс столько, то есть n, и еще минус 2. То есть, не больше, чем n минус 2. А должно-то быть n минус 1. То есть, действительно, принцип Дерехле говорит нам, что либо хотя бы столько красных, либо хотя бы столько синих. Потому что противное приводит к противоречию.